Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лёдных видов спорта! Я Игорь Волков и рад приветствовать вас на канале Мечта Летать, где сбываются мечты о небе. Я сам не ожидал такого бурного роста интереса к теме полётов на планере. Ну и в принципе не только на планере, на параплане, на дельтаплане, на... Ох, какой красивый планер у нас! Друзья, первое, с чем мы сталкиваемся на канале, когда очередной всплеск интереса и новых подписчиков, это масса вопросов о том, что там такое планер, как он летает, и мы замечаем огромное количество заблуждений, то есть, причем люди говорят, слушайте, я никогда не мог подумать, что планер может именно так. Поток оказался таким узким, и я, наверное, трелистник вокруг него нарисовал, наконец-то вписался, наконец-то быстро подвинулась 2,8 метра в секунду, ведь вот весь этот третий листик у меня полностью в плюсике. Задается масса вопросов, и, наверное, чтобы на большинство из них ответить, можно вполне сделать такое вот видео 10 заблуждений о популярных, о планерах. Для начала я попробую рассказать, а что ж такое планер. Ну что такое планер, вы видите, такая штуковина, ой, чтобы она настолько не повернула эта штуковина. Длинное крыло, обтекаемый фюзеляж, еще и хвост там есть. Это летательный аппарат с высоким аэродинамическим качеством, который позволяет ему планировать с минимальным углом наклона. С одного километра высоты такой планер пролетает 50 километров. И планер постоянно снижается, то есть, вот посмотрите, если нет восходящего потока, я сейчас разгонюсь, планер будет снижаться, ну, допустим, сейчас это 2 метра в секунду мы снижаемся. Птицы используют восходящий поток воздуха для того, чтобы парить. Вот она, красавица. Ой, мы ее испугали. Планер так же, как птица, заходит в то место, где воздух поднимается, и он все время, планер снижается, полтора-два метра в секунду, планер все время идет вниз. Но воздух идет вверх быстрее и выносит планер под облака. Ну, вот, собственно, вкратце вам, как, в общем-то, работает планер. Мы же, набрав эту высоту, замечательную можем, например, вот видим красивые облака на горизонте, видим красивый хребет. А давайте туда слетаем. Вот я сейчас опускаю нос планера, разгоняю его до скорости 150 км в час, передаю управление моему кафайлу, верному. Да, отдал. И он движется, разменивая набранную высоту на дистанцию. Ну, сегодня мы, например, пальпом вот этим дудым-сюдым прошвырнулись километров на 600. Я летал лично на 1100 км, мой учитель Клаус Ольман летал на 3009 км, рекорд мира поставил. Вот что такое планер. И начнем с самых популярных заблуждений. Заблуждение первое. Планер, это анахронизм, который, ну, то есть, дурья, именно так многие думают, что у меня весной ученик Клеван учился, и он думал, что планер вот такая, ну, некая такая вот консервная банка, там, или там из дерева, и там полотна, что-то такое страшное. И используется она исключительно для того, чтобы взлететь, приземлиться, то есть, отработать взлет-посадку. То есть, взлетел, бам! То есть, о том, что эта штука может куда-то летать, об этом, в общем-то, и лечь, это, ну, обычный человек так и не думает. То есть, очень популярное заблуждение, что планер вообще сделан для того, чтобы где-то летать, ну, там, без мотора, прыг-скок. Так, наверное, оно и было. Строились планера, запускались в восходящий поток от склона, то есть, там, южный склон, допустим, горы, туда набегал ветер с моря, получался такой восходящий поток, в этот восходящий поток сплата, вот так, чпуль, выстреливали планер, планер начинал летать восьмеркой и держался в этом восходящем потоке, пока, значит, так сказать, не говорили приземлиться или там, все-таки, он не ошибался и приземлялся. Получили на планере, собственно, с этой же рогатки, запускали, например, на северном склоне, на более пологом, и пилот взлетал, на небольшой высоте летел, вот, с которой там меньше было шансов травмы получить, и летел, 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 если он ошибался сильно. Потом бам, приземлялся, и, соответственно, следующий, следующий, следующий. Целая технология обучения существовала, то есть планер учили держать на ветру, там крылья параллельно планете балансировать. Были технологии обучения без двухместных планировок, хотя мы сейчас летаем, как видите, на двухместном планере из жительства Альми, производитель Шляйкер, как раз на той горе в Саркупе, где в Германии зародился массовый планилизм. Правый 90, делай, пожалуйста. И вдоль этого склона можешь прогуляться в сторону Гренобля. Мне кажется, тебе понравится. Это тебе награда за отличную учебу сегодня, молодец. Первый день, когда я тобой доволен. Спасибо. Ага, пускай носик чуть быстрее, 150, держи. И вот вдоль этих коллаков можешь прогуляться. Планилизм был хорошим выходом, все без мотора, каким-то образом вот таким вот хитрым готовить, тоже будущих летчиков, что обеим дежавам сильно, так сказать, помогло во Второй мировой войне. Что Ассу-Люфтваффе ценились за планерный опыт, там лучшие из них как раз планиристы, что именно массовое количество пилотов, подготовленное в Советском Союзе, тоже было сделано с использованием планировок. Мастера безмоторного полета прославили советскую авиацию. В этом году наши планеристы установили шесть новых международных рекордов. Именно в то время, да, планер был практически таким вот, вот то, чем многие его сейчас представляют, таким онохронизмом, что там, там, запустили, оно там сделало, немножко полетало, бам, то есть взлет-посадка, взлет-посадка, взлет-посадка. Во многом и система вот этого обучения, даже уже после войны, там, вот в ДУСАФе, она была настроена именно на взлет-посадку, там, и ДУСАФ всякий расценивал планеризм, как, ну, нужно научить там взлетать, приземляться, зачем использовать дорогой самолет, который можно разбить, когда можно там более дешевый планер использовать, и там, прыг-скоп, прыг-скоп. Если брать чистое обучение планеризму, конечно, это не очень правильная методика, то есть планериста начинает учить спарение с того, что планерист должен чувствовать свой планер, научиться его пилотировать, и лишь потом тренировать взлет-посадку массово. Вот чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Заканчиваем летный день, я решил немножечко заснять вам красоту, красоту, посмотрите, какое вообще фантастическое зрелище. Да, слушай, прям волшебно. Тебе нравится копайлоть? Очень. Я в восторге. Да. Я сам рядом, сам рулю. Ну, это, кстати, на какой день? На четвертый день обучения, наконец-то, к Литаврусу пришло создание того, что он уже пилот, да? Ну, да. Сомнения такие подкрали, что может быть я пилот? Может, тебе не дано? Нет, нет, сомнения, что я может быть пилот. Так, ну что, здесь на этой оптимистичной ноте надо развернуться. Готов? Которые? Ну, как... Ну, ты знаешь, вправо от нас вообще-то скала. То есть, если ты хочешь, можешь вправо, но это будет последний разворот жизни. Конечно, налево. Вот там, на горизонте Гренобль, в конце долины. Вон, светится городочек. Вот сейчас нос туда тебе показывает. Не сильно ты разгоняйся, избыточной скорости нам не нужно. Я развеиваю первое заблуждение о планеризме. Видите, какой совершенный летательный аппарат. И он совершенно не предназначен только для взлета и посадки. Это штука для перемещения в пространстве. Вот мы сейчас, сегодня, повторюсь, летали там километров 600. Время у нас на часа без 15,7. И в небе полно энергии. Забыл добавить к первому заблуждению, что не шумит мотор. Вот это типа... Планер это кайф, то есть не шумит мотор. Но в современном хорошем самолете одеваются наушники, там какие-нибудь глушечки и так далее. В общем-то, звук двигателя не сильно раздражает. А планер может шуметь. И достаточно сильно. Сейчас вам покажу, как. Дай-ка ручечку. Да. У нас красивые облака. И я сейчас разгоню наш планер до 280 км в час. И вы увидите, как он шумит, летая рядом со склоном. Он скорость сейчас 150. Вот шум вы фоновый чувствуете? Но это такой вот... Он целый день, все время присутствует. К сожалению, у планера нет звукоизоляции, а воздух у нас обтекается скоростью 150 км в час. И вот смотрите, как можно будет сейчас разогнаться до... Я нырну под облака. 200 км в час. 200 км в час. 250 км в час. Ну вот, смотрите, мы под облаками. Скорость 250 км в час. И достаточно сильно все шумит. И теперь я вынырну над облаками. Кайф, да, сходя в час. Ну и сейчас, конечно, планер шумит меньше. И вот это может быть... Можно назвать достоинством, что, ай, там... Как это? Кайф основной планера от того, что он не шумит. Ну, кайф, но не сказать, что основной. Основной кайф, что планер, как вы видите, достаточно свободно перемещается в пространстве. Ой-ой! Главное, не врезаться в какую-нибудь стенку. Но я здесь, как бы, не сказать, что в Сибири знаю, но, например, я представляю, как здесь чего. Тебе нравится, Капайвак? И страшно, и нравится, и все в одном. Это на анахронизм, но вообще не похоже от слова совсем. Эть! Разворачиваемся. О, смотри, у нас на крыле, кстати, конденсация произошла. Мы по облаку резали. Да, через облако резали, уже испарилось. Но было. Красиво. Да, слушайте, волшебно. Прямо для ролика. Красиво. Мне кажется, идеально. Хотел снять ролик о заблуждениях, а получается ролик о красоте. Ну, ладно. Мы продолжаем движение вдоль... Отдам я тебе ручку, я понимаю, что ты очень хочешь полетать. Да. Забирай. Забирай. Вот так хорошо. Отлично, молодец. Все, и он красиво летит. Понимаешь, что я понимаю, что на четвертый день обучения человек может нормально пилотировать планер. Я буду свои руки показывать, чтобы... Он меня бьет и сжать не дает. Не верьте, друзья. Это заблуждение тоже. Инструктор я добрый, в меру. Ругаю только по делу. Да, да. Ну что, и скажи, скажи, что ты подросил по-другому что-то. А? Не скажешь. Он меня боится. Итак, друзья, второе заблуждение. С первым мы разобрались. Второе заблуждение. Планер это такой анахронизм из полотна. Как отсерванная банка алюминиевая или что-нибудь в этом роде. То есть очень что-то такое, нечто стрёмное, такое, что вот всегда возьмет, развалится. Глупость, это несусветное. Я надеюсь, что вы с этим согласитесь. Потому что планер... Ну, кстати, мы до аэродрома-то долетаем. У нас 32 превышения. По скалам давай прижимайся. Надо подтягиваться поближе к аэродрому. Друзья, мы трогаем хулигански всех проходов. Мы высоту растеряли от аэродрома 30 километров. Поэтому будем потихонечку тянуть к аэродромов. Планер крепкий. Я сейчас, как мы поближе к аэродромам приблизимся, я какие-нибудь горки поделаю. Такие вы увидите, как там у планера изгибаются крылья. Мы на этом планере прекрасно петли всякие крутим и так далее. Это полностью композитные, современные планира. Вот посмотрите на крыло. Оно сделано из стеклопластика, стеклопластика, углепластика, угольный лонжерон, кевлар везде тут. Если мы вдруг же хотим приземлиться жестко, например, то кабина рассчитана на то, чтобы там разрушиться максимально, но нас спасти с верным капайлотом. Поэтому, нифига, это не анохронизм. Опять же, качество планера, ну-ка, я уже говорил, что 50, то есть вылизанная поверхность, полированная. Профиль-то тонюсенький, ламинарный, причем, видите, как поверхность блестит? А это крыло у нас грязное, мы его не мыли давно. Если его помыть, а еще лучше отполировать, то есть планера действительно полирует, полирует перед полетом. Я там на чемпионате мира участвовал с моим Капаевым Томатузой на чемпионате Европы. Клюстон у нас проблемы, текущая проблема, что мы не проходим перевал. Вот перевал, вот он находится, и нам придется вот этот длинный клык обходить. И, к сожалению, это вот прям вот реальность. Давай попробуем, если мы сможем налево перевалить, через вот этот, а черт не сможем. Я помню, что здесь высоко. Чуть-чуть. Мы вот на вот этом нашем хулиганстве с демонстрацией скорости всю нашу высоту растеряли. Ну, друзья, во-первых, тут есть энергия, во-вторых, вы смотрите, как вообще планилисты находят трудности на свою задницу, и как они мужественно из них выходят. И достаток планера здесь совершенно сейчас очевиден, то есть мы этот не можем штуку перепрыгнуть, и мы вынуждены идти в обход вдоль рельефа. Ну, зато это лишний повод полюбоваться красотами. за счет того, что я прошел около нагретого склона, ну, сэкономил, скажем так, 50 метров высоты на долете, и мы сейчас уже до аэродрома 130 метров долетаем. Понятно, что если мы не долетаем до своего аэродрома, есть еще дружественный, соседский, и вот таким образом, я надеюсь, разговорами медленно, но уверенно развеиваю ваши сомнения в надежности планера. Здесь же на этом склоне живут горные козлы, очень хитрой породы какой-то. Они вот на такие скалы залазят, на которые мне очень интересно, очень страшно смотреть. Ну, вот мы, собственно, обошли склон, никаких проблем с этим не возникло, как вы видите. Если есть препятствия, можно его облететь. Раз, козлы есть, козлов нет. Оп. Два на планере. Два на планере? Так, посмотри, наш вариант единственный, прямо по курсу, видишь, облако? Да. Вот, под ним проходишь и на скорости 140 нежно тянешь к аэродрому. Вроде должны дотянуть. Вот тебе и видео. А, преимущество планедизма. Друзья, сейчас посмотрю, какое там у меня заблуждение, было второе? Тремная конструкция, изделие полотна иногда из алюминия. Ну, вот вы поняли, что нифига, ни изделие полотна и ни иногда из алюминия. И заблуждение третье. Подходит. Планер опаснее самолета, потому что нет мотора. Самолет сложнее планера, на нем сложнее летать, но зато он гораздо безопаснее. Ну, друзья, тут уж как вы видите, да, хороший момент для вот этой куска видео. Планер опаснее, потому что нет мотора. Ну, вот за счет чего? Мы сейчас, на данный момент, следим за остатком высоты. Улетая туда, я, естественно, знал, что мне нужно будет вернуться и смотрел вдолет до нашего аэродрома. Ну, он был и знал, что есть еще один аэродром более ближний, до которого мы точно долетаем. Помимо этого, внизу постоянно есть поляны, площадки. То есть, планер всегда летает по конусам. Это вот, ну, это по-другому просто планер не может летать, если влево на 10 градусов. Если планерист летает по-другому, то это, ну, действительно риск. То есть, тогда планер действительно опаснее самолета. Что значит по конусам? Ну, вот представьте, что вот планер идет по такому углу, таким, под таким углом. И вот у него тут какая-то высота, он может дойти до вот этого края этого телефона. Летит, летит, летит. И если аэродром, на который может планер производиться за пределами нашего телефона, то планер просто надолетит, он будет вынужден садиться куда-то сюда. А здесь, например, везде лес. И все. Вот тогда, конечно, действительно проблема. Но планерист обладает, ну, чудом вот этим, с качеством 50. Если у вас километр высоты, то вы можете пролететь 50 километров. Ну, помимо того, что вы всегда еще можете высоту набрать, принцип полета всегда один и тот же. высота, я могу долететь сюда, 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 то есть до каких-то посадочных площадок. Дальше пилот летит куда-нибудь и ищет место, где он набирает высоту. Если он высоту не набирает, он приземляется на тот аэродром, на который он рассчитывал. По-другому быть не может. Если он высоту набирает, то у него конус увеличивается до лета, и он, соответственно, смещается там, понимает, что теперь долетает до такого-то аэродрома или еще куда-то, и летит туда. Вот именно таким способом по конусам мы летаем всегда. Друг по-другому не бывает. Там слово, если не найдешь поток, если не найдешь поток, приземлишься на тот аэродром, на который ты рассчитывал. Сетка аэродромов здесь шикарная, каждые 30 километров какой-нибудь аэродром. Например, когда мы летали, там я много на площадке садился в Орле, когда летал, так там другой вопрос. Там аэродром 1, Орловка, а вокруг куча полей всевозможных. Ну вот берешь поле какое-нибудь поприличнее, и на него чпунь приземляешься на плане. Планер этому учат, когда учат на планере летать, очень хорошо учат приземляться на этом планере куда-нибудь. По поводу же самолета. У нас нет двигателя, значит, нам нечему ломаться. Самолет, по идее, он тоже там старается всегда там как-то по конусам, чтобы если вдруг мотор отказал, куда-нибудь чпунь приземлился. Но у самолета качество 10. Вот у него на километре отказал мотор, он может максимум 10 километров пролететь. Отказал мотор на 100 метрах, он может максимум пролететь километр. А мы со 100 метров можем пролететь 5 километров. Вот у нас два аэродрома, между ними 5 километров. Имея 100 метров над каким-нибудь аэродромом соседским, можно долететь до второго аэродрома. Представляете, какой камень? У нас, например, вчера с дистанцией вот этой 107 километров был далек до дома. То есть мы находимся в гора Монтевизе, красиво, вокруг прям Капайлот. Красиво было? Очень. Реально очень красиво. И вот с этой красоты мы просто берем и долетаем вот так до дома, не крутя ничего. 107 километров с высоты там почти 4 километра сюда прилетели. Это очень удобно. И самое главное, что когда мы находимся в тех страшных горах, когда мы так А если вы в страшных горах, вдруг что там, бах-бах-бах? Нет у нас мотора. Раз у нас нет мотора, значит у нас нечему ломаться. А полет мы свой рассчитываем по конусам. Повторяю, что мы всегда имеем в далете какой-нибудь аэродром. Поэтому планер безопаснее самолета. А вот учиться на нем намного сложнее, чем на самолете. КОНЕЦ 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 Летал на планере, я летаю на самолете. На самолете летать существенно проще. Есть свои нюансы. Ни в коем разе не хочу оскорбить самолетчиков, потому что там есть вот, что меня всегда выбешивало, это нужно там, ты летишь какой-нибудь под Москвой, там, какую-то минуту, такого-то часа пересекают какую-то зону, ты в полете занимаешься вот этой, как, сколько там, до этой точки, через сколько-то лечу, вот этого много, это конечно тяжело, в этом сложнее. На планере ты, ну как, ну примерно так, потому что ты можешь конечно что-то рассчитать, но какой будет поток, сколько чего, поэтому планера вот не летают как самолеты, потому что они постоянно на связи с каким-то диспетчером и должны там его по указаниям держать эшелон строгий. Мне, кстати, когда учился на самолете, было тяжело высоту держать постоянную. Я привык с на плане, но вот там скорость держишь, он летит, уж какая высота, какая получится. А на самолете нужно там тарахтишь так, чтобы значит эшелон такой-то занял, тарахчу по нему. Вот это вызывало у меня сложности. Но в остальном пилотирование самого самолета, просто наличие мотора, все это все это несложно. Ну и посадка, опять же, на самолете можно делать сколько угодно раз. У вас есть мотор, вы можете всегда уйти на второй круг. А планерист заходит с первого захода, ну как это, первый и последний. Опять же, в этом нет проблемы, потому что планер дает огромную возможность на посадке. Это совсем несложно выполнить посадку с первого раза. И вот по-другому не бывает на планере. Но, конечно, наверное, качество обучения приземлять такую технику, ну выше, наверное, чем качество обучения на том же самолете, в том же самолет. Повторю, что может, то есть цена ошибки, то есть можно уйти на второй круг, на планере на второй круг не уйдут. Опаснее ли планер из-за этого? Да. Ты хочешь еще попарить? Нет, не точно. Не хочешь? Тогда прямо на аэродром, что? 300 метров привозит метаврус на аэродром. Так он красиво пилотировал планер, помните, у нас там 150 метров было, вот запасной аэродром, который мы калькулировали в случае, если вдруг у нас не хватит высоты. Ну и вот там впереди наш аэродром. Сейчас мы его вам покажем. Что сложнее? Сложнее планер, что безопаснее? Безопаснее планер. На мой взгляд, отличное мнение. Ну, конечно, я, как и все мы люди, могу ошибаться. Заблуждение четвертое. Планер не способен летать далеко и вообще куда-то отлетать от аэродрома, потому что у него нет мотора. Он летает только вокруг аэродрома. Ну, друзья, это заблуждение, проще всего развеять. Смотрите. Ну, вот, например, наш аэродром. Сегодня мы были от этого аэродрома на удалении 125 километров. Ну, вот, скажите, это далеко или не очень? А второй момент, что мы всего пролетели сегодня 600 километров. То есть мы были сегодня, вот заблуждение развеиваем, дай-ка ручку, с гору Пик-де-Бюр мы перепрыгнули на заповедник Экранс, туда улетели, полетали над ледниками, потом слетали, катали, там есть такая вот красивая горка с пушками, облачный форт, потом сходили еще немножко подальше, потом вот по дуге, по Альпам пошли, 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 долетели до горы Монте-Виза, 4000 метров она находится в Италии, потом мы после этой горы Монте-Виза прыгнули на озеро Сердце очень красивое, потом мы в системе паркур бодренько доскакали до Платы-Валенсоли, но так вот планер может летать только вокруг аэродрома. К сожалению, заблуждение это ну, такое достаточно мощное, потому что люди действительно не могут понять, как вообще эта штука вот может, не знаю, часами находиться в воздухе, а мы сегодня сколько? 6,5 часов мы в воздухе, в принципе, при желании, видите, облака еще есть, немножечко энергии есть, можно было еще держаться, но наши все коллеги уже на аэродроме приземлились, и нам хочется кушать уже. Да. Вот населенный пункт перед крылом Лоботи-Монсилион, представляете, какой кайф жить рядом с аэродромом. Итак, друзья, заблуждение пятое. Тоже хорошее заблуждение. Давай-ка правым кругом просто покружись здесь. А где наш аэродром? Ты что, аэродром не видишь? Нет, а что мы тут пыльем? Что мы там? Ну вот, вот аэродром, вот он. Видишь аэродром? Ёптерный театр, я думал потом, что это не надо. Слушай, ну как же? Ну вот, а я еще ищу его. А ты еще ищешь. Да, я думаю, а это тот, который рядом. Заблуждение пятое. Планера покупают люди, у которых денег не хватило на нормальный самолет, и, соответственно, вообще-то вещь совершенно непрактичная, на ней нельзя перемещаться по собственному желанию. А самое главное, что на таком летательном аппарате нельзя заниматься сексом в полете. Но, насчет секса в полете, соглашусь, заблуждение, оно абсолютно верное, потому что, как вы видите, мы скопаем, ну-ка посмотри на меня слева. Мы с ним в разных кабинах. Я бы сказал, что это, наверное, хорошо, потому что, ну, его в баню в такие оладушки. Вот. А в смысле полета с прекрасной половиной человечества, ну, в конце концов, летательном аппарате надо летать, а не сексом заниматься. Но существуют планера с параллельной посадкой, то есть, есть штайми планер, где можно сидеть рядышком, и там уже все, что угодно можно делать. И планер, например, пипестрель. Пипестрельчик наш прилетел, вернулся сегодня с боя. Вернулся. крыло показывает, запаркован на краю там такой узатенький головастик, пипестрель. У него коротенькие крылышки, 15-метровые, и достаточно широкая, большая, комфортабельная кабина. А предка девушка устоит No, no, never, 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 never. Приравнивается к браконьерству. Это же просто кровать, можно сказать. Вот, ложись и наслаждайся. О-о-о. So you can be a little bit more. Друзья, это вот как раз то, что нужно для того самого. Я всегда рассказываю эту историю. Мой знакомый купил вот такой пипестрель, причем он купил его даже не умея летать. Слушай, почему ты такой себе странный планер выбрал? Он говорит, ты знаешь, вот я вот когда хотел планер, я всегда думал, что вот моя мечта это чтобы я мог летать и держать свою девушку за коленку. смысл, жену за коленку. Ну, такая забавная мечта на самом деле, почему бы и нет. Он купил этот планер, там, с превеликим трудом его привез, и жена не захотела с ним летать. Он начал держать других девушек за коленку, катать их. Он покатился по наклону. Так что планер, это не всегда хорошо. А по поводу, так сказать, цены, ну, вот этот планер, на котором я сейчас лечу, он стоит 285 тысяч евро с тележкой, с приборами, вот полный комплект, за который я заплатил. И за эти деньги можно было купить несколько самолетов. Никаких с этим проблем. Так, ну что, заходим? западный ветер у нас, я проверяю воздушные тормоза и захожу на посадочку. Ну вот, заход у нас, как говорится, этот первый, последний. Оп! я захожу коротко, показываю вам, что планер, это все-таки штука потрясающая. в общем-то, когда на самолете отказывает двигатель, есть такая штука, орбитальный заход. Ты все время держишь полосу под наблюдением и вот так вот ведешь, 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 максимально энергично. и попадаешь на полосу с первого раза. Ну, соответственно, и я попадаю на полосу с первого раза и тяну потихонечку к нашему прицепу. Потому что пешком мы с моим Капавилом там Верном ходить не любим. Опять эти птицы, черт, ну эту птицу западали в прошлый раз только винтом. Смотрите, как у нас зарядила птица стабилизатор. Стабилизатор сам цел. Человек же существо ленивое. Вот. И лень, в принципе, я считаю, двигатель прогресса. И люди, которые придумали такой-то классный планер, совершили совершенно замечательные действия. И мы им соответствуем. Мы используем этот планер на все 100%. В том числе и с точки зрения доехать до собственного прицепа. Потихонечку катимся. Катимся каждый сантиметр. Это лень. потихонечку, потихонечку. Оп, 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 оп. О! Доехали! Ну, смотрите, друзья, Оп! Ну, копай вот как все. Посмотри, как точно. Посмотри. Опа! Друзья, ну, вот такая посадочка. На самолете понятно, что так же можно. Там приземлился, у тебя, тем более, есть пропеллер, он дотракчивает тебя до нужной точки. Но, ну, это как бы, знаете, вот, это все-таки планер, это искусство. Ты научился, и ты, вот я сейчас зашел и зарулил на собственную стоянку на той энергии, которая у меня была после касания. Кайф летать на планере основное удовольствие. Почему вот платят 285 тысяч евро, потому что, хотя можно купить самолет и там летать на рыбалку. Потому что это интересно. Вот мы сегодня летали 6,5 часов. Капайло, тебе скучно было? Расскажи. Ну, нет, ни разу. Скучно не было? Ни секунды. Ни секунды. Да. И мне, как инструктору, ну, мне было немножко скучно, когда он перестал косячить, я перестал ворчать, и мне хоть спи в общем планере стало. В остальное время вот это путешествие, то есть ты постоянно в этой игре с природой и это интересно. И проходит, вот 6,5 часов проходят как минуты. Если у вас самолет, то я вам гарантирую, что через 2 часа вам всегда не скучно. Ну, разве что какой-то там веселый перелет куда-нибудь, вы там летите. Ну, то есть, ну, вот сам полет, сам кайф от самолета. В моменте взлета вот этого там, что-то куда-то перелететь, не говорю, что это плохо. Это свое, более утилитарная цель. Но ведь часто, согласитесь, часто бывает, человек купил самолет и летает в окструкцию аэродрома. Ну, там круги покатал, ну, там залетел в зону, в зоне немножко погонял, ну, там слетел в соседнюю деревню посмотрел. А дальше, единственное развлечение, это соседний аэродром съесть, печеньку слетать и так далее, и тому подобное. Самолет вообще штука для путешествий. Если вот на нем летать, путешествовать, это классно. А в остальном, вот это то, что вы можете взять в любой момент, сесть на самолет и полететь, куда вам надо, ну, это штука, притянутая за уши. Вы спросите у своих закопных летчиков, когда они последний раз только делали. Такое делали. Чаще всего, это все-таки самолет стоит на аэродроме, можно приехать, полетать самому, покатать друзей, там, ну, ладно, в какой-то веке, там, раз в год, можно действительно куда-то сгонять. Это хорошо, это славно, самолетов много, но просто рассуждая вот о самолетах, что самолет лучше планера, люди как раз вот эти вот все вещи, они, ну, как бы, наверное, не берут во внимание, а их надо брать. И поверьте мне, планеры, это тоже для путешествий, то есть мы сегодня 600 километров намотали. Ну, единственное наше различие с самолетом, мы не потратили топливо на это. Мы летали 6,5 часов и потратили всего лишь полтора литра эллиционного топлива на взлет. Все. Ладно, продолжение, как это, до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, 5 заблуждений мы разобрали, продолжение в следующей серии. Погода бомба, контент огонь, эгегей, придумывайте вот эти заблуждения, потому что 5 вопросов, на 5 вопросов я успел ответить. Хе-хей! Фух! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok